Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на своем канале. Для тех, кто у меня впервые, зовут меня Мария. Живу я в городе Волгоград. Сегодня очень коротко отвечаю на вопросы по последнему видео по обрезке на крупнолистной гортензии. Девочки мои дорогие, я прекрасно понимаю, что вам не сразу понятно все, как ее резать, если она цветет, если она не цветет. Поэтому сейчас быстро, коротко пробегусь, потому что у меня три видео, и гортензия в разном состоянии. И вопросы приходят, и вчера еще приходили, а мне пишут, а как же ее обрезать, если она у меня еще цветет. Мои хорошие, вот я специально встала сейчас возле куста. Endless Summer Screen. Эта гортензия цветет и будет еще цвести. Она изначально зацветает, цветущая все лето, у нее название такое, если перевести, она сначала кипельно-белая, потом она розовеет, потом она становится вот такая лаймовая. Некоторые цветочки, как вы видите, в середине становятся прям зелеными. Я ее обожаю, она необыкновенная. Если ее кормить квасами, то она будет розовая. Но я не кормила, то есть какая есть, такая есть. Единственный у нее недостаток, у нее очень такие слабенькие побеги. То есть, видите, она вся клонится, я ее подвязываю. Ну, не знаю, недостаток или нет, вот подвязала и все хорошо смотрится. Ну, конечно же, вот эту гортензию я не обрезаю. Я еще в июне убрала в середине, ну, взяла на черенки молодые побеги. То есть, загущена немножко была середина, она вот и сейчас загущена. Ну, я делаю черенкования, может быть, какие-то вот еще заберу здесь в середине. Но это не значит, что нужно делать какую-то кардинальную такую обрезку. Посмотрите, какая красавица. Разве можно сейчас ее вот обрезать? Конечно, нет. Это крупнолистное растение, ремонтантное. Она цветет и на побегах прошлого года, и на побегах текущего года. То есть, сейчас даже вот эти шапочки будут отцветать, а вот молодые побеги, у них там что-то еще и завязывается, где-то я сейчас вот видела. Так, дальше поехали. Вот у меня здесь молоденькая гортензия стоит. Смотрите. Начало весной было, да, то есть, это двухлеточка. Вот в прошлом году те, которые я обрезала, я покажу сейчас их еще, которые я коротко обрезала. Вот я купила несколько гортензий разных сортов для разведения. Вот вырос один такой побег более-менее. Вот этот был такой слабенький, но вырос и зацвел, я дала ему процвести. И вот здесь теперь, да, я убираю, но лучше, конечно, это делать не буду сейчас ломать. Вот, отрезать аккуратно нужно вот эти вот отсветшие побеги. Посмотрите, что происходит, да, то есть она у нас будет цвести дальше. Ничего я здесь не режу, мы ее не укорачиваем. Тем более, что вот здесь вот растут молодые побеги, такие хорошие, крепкие, и она не загущена. То есть по количеству побегов вполне все в норме. Тут еще один лезет побег, ну и вот здесь вот на стволике. Так что все хорошо, это пока остается, я ее вообще не трогаю, кроме того, как сейчас срежу вот эти отсветшие побеги. Так вот, чтобы не быть голословной, да, сейчас убираю, тут посмотрю, под ними что. Они уже тут сами начинают опадать. Вот так вот цветочки. Вот, я подрежу вот эти вот кончики. Они такие подсушенные и некрасивые. Вот, когда так мы подрежем, мы дарим возможность пробуждения новых почек, а потом будем нормировать. Листики вот немножко вот здесь вот, нехватка питания, но сегодня я как раз подкармливала удобрениями, поливала гортензии, которые в горшках. Им надо почаще прям давать питание, потому что поливаем, все полезные микроэлементы очень быстро вымываются. Так вот все хорошо, здоровый вот новый молодой побег, то есть после обработки медисодержащими препаратами, чтобы не болели. Для провилактики я это делаю на всех гортензиях. Все, друзья мои, вот это я оставляю, она растет дальше. Так, вот две гортензии, которые я обрезала коротко. Значит, смотрите, это тоже было куплено в прошлом году маленьким таким хвостиком, кустиком. Она дала два побега в этом году. Вот так вот развернуть, да? Вот. Нет, вот здесь, наверное, третий был. Здесь вот съесть. Нет, не буду. Так, значит, смотрите, два побега хороших я оставила. Здесь что-то все отболело, как бы подсохло. Вот. И что я сделала? Я укоротила побеги эти, обрезала, потому что вот на этом побеге раз-два почка и здесь вот зелененько, видите, раз-два почка. Возможно, еще где-то здесь что-то проснется, но здесь вот еще почки лезут. Да, то есть я даю сейчас ей возможность, вернее, я хочу сформировать на будущий год хороший куст. Не просто, чтобы две будылки росли. Вот. Она отцвела. На ней были, вот на двух вот этих побегах были цветочки, не крупные, не большие. То есть я обрезала и укоротила. Она вот продолжает подсыхать. Я сегодня подкармливала. Ну вот я даже вот так вот, наверное, по эти почки уберу. Вот то, что подсохло. Значит, я смотрю, здесь все живое, продолжаю наблюдать дальше. То же самое было здесь. Значит, оставила в прошлом году. Ой, в одно время их покупала. По-моему, в одно, нет, или где-то в другом месте я заказывала. Вот здесь побольше побегов, то есть она трехлеточка. Вот. У нее пошли расти молодые побеги. Она отцвела. Я срезала цветки. Вот. Но оставлять она была бы чуть-чуть выше, чем, да, вот такая может быть. Я срезала все эти цветочки. И оставив по два междоузли, вот раз-два, 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 я все веточки подрезала. Вот сейчас я буду смотреть. Кое-что я понимаю уже, что нужно будет убрать. Вот. Но из этих побегов я выберу самые сильные, мощные. И оставлю на следующий год. Она уйдет так зимовать. Сейчас времени достаточно в нашей средней полосе, в Волгограде. Достаточно одревеснели, чтобы они, и в зиму я уберу их в погреб. Да, то есть таким образом я сформирую уже хороший большой куст. На следующий год пойдут молодые побеги. Эта гортензия уже отцвела, и побеги, которые вот начали расти дополнительно, они были, ну, их видно, они и сейчас хиленькие, дохленькие, соцветий на них никаких нет. То есть никакого цветения дальнейшего не предполагалось. Поэтому я ее пустила вот под такую обрезку. И здесь будет еще короче обрезка, потому что я вижу, что, да, то есть после всех обработок, подкормок, она должна остановиться, восстановиться и пустить новые побеги. И вот тогда только я буду уже делать конкретную корректировку. То есть это молодые гортензии. Конечно, если у вас гортензия в земле, вот, значит, если у вас гортензия в земле, большой куст, вы вообще его не трогайте. Единственное, что если вот прям в середине прям густо-густо набиты, ну, берите какие-то слабенькие, хилые побеги, их можно зачеренковать. То есть дать возможность дышать гортензией, свести нормально, чтобы у нее соцветия были большие. Вот, это замок Вакенбард. В прошлом году она была намного крупнее у меня. И я не нормировала. Вот в этом году я очень сильно пожалела, поэтому я сейчас ничего не делаю. Я уже середину здесь забрала, молодые побеги, которые загущают куст, да, и уже зачеренковала. Вот, остальное все вот набирает цвет, появляются цветочки, она только начинает цвести. Конечно, я ничего не обрезаю, девочки мои хорошие. Значит, вы поймите, вы почувствуете свои гортензии, что им надо. Вот, может быть, если вы не профессионал, понимаете, я гортензии выставляю на продажу. И мне надо, чтобы был сформирован кустик, то есть отдать его людям в руки красивым, цветущим. Поэтому вот однолетки, двухлетки, однолетки прищипываем, двухлетки вот так обрезаем, да, для того, чтобы сформировать куст. Те гортензии, которым уже больше лет здесь обрезка идет, тем более, которые в грунте, здесь обрезка идет осенью. Да, вот мы убираем, вот смотрите, здесь хорошо видно, вот старый-старый побег, вот он, весь такой уже, уже-уже, и он, кстати говоря, уже тут прилег, вот, и, видимо, хочет корни пустить. Ну, посмотрим, если корни пустят, значит, отсоединим. То есть, я сделаю санитарную обрезку, я уберу слабенькие побеги и старые побеги, оставлю вот молодые. Видите, молодежь, вот цветочки на ней. Вот они зелененькие, к осени древеснеют. Гортензия, это тоже поедет на зиму в погреб. То есть, я крупнолистные на зимовку отправляю в погреб. Вот. И вот таким вот образом. Поэтому, еще раз повторяюсь, летняя обрезка гортензиям нужна, но очень разумно. Каждой гортензии свой подход. Десять раз взвесьте, нужно вам это делать, не нужно. Самое безопасное убрать лишние тонкие больные побеги, обрезать больные листочки. Вот в этом может заключаться весь ваш уход для тех гортензий, которые растите для себя. Я надеюсь, что в этот раз я хорошо все объяснила, но если что-то все равно будет непонятно, пожалуйста, пишите, задавайте свои вопросы, я с удовольствием на них отвечу. С вами была Мария, на сегодня у меня все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok